МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Евгения Солохудинова. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Автор лучшей идеи получит миллион. В МГТУ состоялась финальная защита проектов будущего детского центра городского курорта «Притяжение». Имена победителей уже известны. Пришел на шоппинг, устроился на работу. Магнитогорский метизно-калибровочный завод открыл в одном из городских торгово-развлекательных комплексов свой кадровый центр. Сотни участников в пять возрастных категорий. В Магнитогорске прошел кубок по ММК под дзюдо среди ветеранов. Соревнования посвятили участникам СВО. А сейчас об этих и других событиях более подробно. В Центре социальной помощи детям «Мозаика» благотворительного фонда «Металлург» открылась вторая очередь. Сейчас в учреждении занимаются 88 ребят с ментальными особенностями здоровья. О большой любви к особенным детям в сюжете Дина Столлировой. Открытие первой очереди Центра социальной помощи детям «Мозаика» благотворительного фонда «Металлург» состоялось в январе этого года в помещении площадью более 400 квадратных метров, переданным в безвозмездное пользование от ПАО ММК. Мы проехали всю Челябинскую область, по России проехали, посмотрели, где, в каких городах, какие центры, на какой основе существуют, какая организация. То есть обучились, по сути, и на основе того опыта, который существует, мы создали этот центр, набрали персонал, а сегодня он работает. В феврале начала работать вторая очередь центра. Если раньше в учреждении могли заниматься 60 ребят с ментальными особенностями здоровья, то сейчас их количество возросло до 88. Подопечные учреждения посещают индивидуальные занятия логопеда, дефектолога, мастер-классы, занимаются адаптивной физкультурой на специальном оборудовании. В инклюзивной мастерской дети получают профильные трудовые умения. Здесь под руководством наших сотрудников дети приобретают начальные навыки, ну пока в швейном деле, то есть мы планируем потом и керамию, планируем выжигание, работу с деревом. В центре имеется группа кратковременного пребывания детей, проводятся занятия по основам социальной жизни, досуговые мероприятия. Для родителей предусмотрены занятия с психологом. Спасибо вам за ваш центр. Дети ходят с удовольствием, есть результаты, это самое главное для нас. Очень хороший штат сотрудников, тут очень радует. На учебной кухне в рамках проекта «Вкусное дело» ребята постигают азы кулинарии, закрепляют навыки самообслуживания, в сопровождении наставников осуществляют покупку продуктов в магазинах. Мы в том числе посетили и кулинарный их предмет. Ребята обучают повседневно, для нас, казалось бы, может быть, обычным делам, а для детей это такой прям серьезный-серьезный шаг в их самостоятельности. Очень здорово видеть, что у ребят все получается. В настоящее время прорабатывается вопрос организации отделения ранней помощи детям с ментальными особенностями здоровья, где получат возможность развития совсем юные магнитогорцы и жители близлежащих районов от трех лет. Будем, наверное, и дальше продолжать развивать подобные направления, и его востребенность, конечно, безусловно, сегодня имеется. Чем больше будет возможностей подобного рода, тем больше мы сможем уделять времени каждому отдельному ребенку. Это очень важно. Воспитанники Центра социальной помощи детям «Мозаика» делают серьезные успехи во всех направлениях. Большую роль в этом играют чуткие и профессиональные наставники, для которых это не просто работа. И каждая победа ребят над собой для работников Центра на вес золота. Дети, они нам со временем все становятся родные. Если, например, девочка там прибегала, проявляла агрессию, проявляла, не знаю, там могла просто проходя мимо тебя покусать, поцарапать. Сейчас это просто милый ребенок, который улыбается, с радостью подходит, обнимается. То есть вот эти вещи. Довольные, спокойные глаза мам. То есть когда мама пришла, пусть она на три часа ребенка оставила, но она знает, что ребенок под присмотром, что он не просто как в камере хранения, а с ним действительно занимается. Вот для меня, как для мамы, это тоже очень важно. Дина Столярова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН. Продолжаем программу. Победители определены, но их имена пока держат в секрете. В МГТУ состоялась финальная защита проектов будущего детского центра. Напомним, курорт «Притяжение» при поддержке Магнитогорского металлургического комбината объявил конкурс среди студентов МГТУ. Студенческому сообществу предложили спроектировать наполнение новой масштабной площадки. Авторы лучших проектов получат призы за первое место – один миллион рублей, за второе – планшеты, за третье – айфон каждому участнику проекта. Итак, сегодня финишная прямая. В полуфинале конкурса было 37 работ, до финала допущены только 11. По словам Максима Ясько, уровень проектов достойный. А что особенно удивило, большинство команд проработали весь детский комплекс в целом, а не только одну локацию, что кратно усложнило работу жюри. Также было удивительно качество проработки с точки зрения поставщиков, оборудования уже проработаны, причем не просто проработаны какие-то названия, а установили контакты, получены коммерческие предложения, получены какие-то проработки предварительные. Из слабого я бы отметил все-таки объективно слабую проработку экономической стороны, потому что это неудивительно, ребятам тяжело, скажем, рубль в рубль попасть, то есть оценить, но поэтому мы смотрели прежде всего на адекватность цифр. В полуфинале каждой команде были выданы замечания по их проекту, поэтому сегодня члены жюри оценивали проработанность всех материалов, в том числе с точки зрения выполненных предписаний. Команда под номером один справилась с этим неплохо, а по словам Максима Ясько, были устранены все замечания. Авторы работы «Идеальное место для детства без границ» предложили комплексный проект со множеством локаций. Одна из самых интересных – «Сладкое королевство» с тремя мини-фабриками по производству шоколада, мармелада и конфет, с карусельками, карамельками и шоколадной речкой. Но членов жюри сегодня больше интересовала финансовая сторона вопроса. Закладывали определенную стоимость билетов, а количество посетителей как лучше было? «Делали расчет, исходя из годового посещения. Вот на этом слайде мы приняли среднее значение за год. И выделили процентовку и количество человек посещения в один день». Экономическая составляющая проекта оказалась самой сложной для команды, в составе которой архитекторы и дизайнеры. Студенты второго курса признаются, делали упорно в визуализацию. Одно дерево, как из фильма «Аватар», только чего стоит. А вопросы жюри про финансовые расчеты поставили ребят в тупик. «Вот в том-то и дело, что мы больше дизайнеры и архитекторы, мы занимаемся визуальным видом, а это уже более экономические моменты. Это как раз-таки было самым сложным. Как раз-таки это и было самым сложным, поскольку мы постарались рассчитать стоимости, исходя из тех общедоступных данных, которые были у нас от представителей притяжения, по посещаемости, по конкурентам». «Мы в первый раз участвуем вообще в таком мероприятии, так скажем, и для нас это опыт в первую очередь. Мы попробовали, посмотрели, повизуалили, сделали очень много, и в будущем, думаю, нам понадобится в целом». Отмечу, что ввод в эксплуатацию уникального пространства для детей и подростков запланирован на июль следующего года. Максим Ясько напомнил, что проект детского центра в данный момент параллельно прорабатывается профессиональными командами, но при этом инициатор притяжения Виктор Рашников принял решение дать возможность студентам проявить себя. Самые интересные идеи найдут свое отражение в будущем детском центре, а некоторые будут реализованы на территории городского курорта. «Это важно и для университета, что нас ценят, и та инициатива, которую Виктор Филиппович Рашников предложил по этому конкурсу, она очень важна для университета, значит, наш университет ценится у самого главного нашего стратегического партнера Павла Милка». Сегодня определили тройку победителей. Организаторы готовы были назвать имена сразу, но руководством ГТУ настояло оттянуть этот момент аж до 12 июля. За чью идею заплатят миллион рублей, а кто получит ценные призы, станет известно во время праздника, который состоится для студентов в притяжении. Юлия Черешнева, Евгений Грудев, телекомпания ТВИ. Теперь и на правом магнитогорцы смогут устроиться на работу, просто прогуливаясь по торговому комплексу. Магнитогорский метизно-калибровочный завод открыл в гостином дворе кадровый центр. Подробности в сюжете Галина Смирновой. Светлана Китаева – работница ММК «Метиз». Узнав, что в гостином дворе открывается кадровый центр, пришла сюда с дочерью Татьяной. Девушка в этом году оканчивает университет и, возможно, пойдет по стопам матери. Работаю уже 20, да, 25 лет. В 1998 году я устроилась. Ну, я не жалею. Сейчас это стабильность, это гарантия. Предприятие – это заработная плата, это никаких задержек. Это вообще здорово, замечательно. Я думаю, что здесь достойно будет. У нас же отдел кадров находится на левом берегу, кому-то неудобно ехать. Может быть, кто-то не знает, как добираться по каким-то причинам. Думаю, здесь это замечательно. Для современного человека доступность информации, разнообразные способы ее получения, скорость принятия решений играют существенную роль. А уж при выборе места работы тем более. В группе компаний по ОММК сегодня вырабатывается новый ориентированный подход не только к клиентам, но и к работникам, в том числе потенциальным. Кадровый центр ОММК «Метис» – место, в котором предприятие максимально близко подходит к жителям города и обращается к ним напрямую, предоставляя соискателям актуальную и полезную информацию. Мы делаем социологические опросы и видим, что вот именно удобство и условия труда являются сейчас приоритетными для каждого человека. И поэтому считаем, что предоставляя, в том числе на начальном уровне, когда люди приходят на работу, прямо с первого же шага демонстрируем им свою открытость и готовность именно оказывать кадровый сервис. В кадровом центре ОММК «Метис» можно будет узнать о предприятии, его истории, социальной политике, о вакансиях, коллективном договоре, особенностях графика и так далее. Будет работать каждый день недели с 11 часов до 7 вечера. Наши специалисты будут рады ответить на возникающие вопросы и пригласить, собственно, к нам на предприятие для более детального ознакомления с будущей работой. Галина Смирнова, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Врач-невролог неврологического отделения номер 2 Центральной клинической медико-санитарной части Рината Залеудинова удостоена премии законодательного собрания Челябинской области. Трудовой стаж молодого доктора составляет 5 лет. За это время она зарекомендовала себя как грамотный специалист. Ее ценят коллеги и, главное, ей доверяют пациенты. Реабилитационный центр медико-санитарной части – рабочее место молодого специалиста, врача-невролога Рината Залеудинова. И сюда, рассказывает доктор, она стремилась попасть после окончания Южно-Уральского медицинского университета. И очень рада, что все получилось. Пришла в медсанчасть сразу после окончания ординатуры, потому что Магнитогорск – это мой родной город. И на тот момент, я думаю, и сейчас медсанчасть является лучшим местом для работы. Всегда врачи стремились попасть на работу именно в медсанчасть. Максимум внимания каждому пациенту на целенность на результат. Поэтому принцип у Рината Юнусовна трудится вот уже в течение пяти лет. Она уверена, каждый доктор должен быть немного психологом, учителем, наставником. Сейчас вот может быть модно говорить про эмоциональный интеллект, про софт-скиллы. Вот это во врачебной специальности, это обязательно, это очень важно. Если ты не будешь понимать, что сейчас нужно сказать пациенту, то никакого контакта не наладится, и результаты, естественно, будут хуже. Реабилитационный центр, где трудится Рината Залеудинова – это уникальное учреждение. Он был открыт в рамках стратегии развития медсанчасти, принятой председателем Совета директоров по ММК Виктором Рашниковым. Здесь оказывается квалифицированная медицинская помощь пациентам неврологического, нейрохирургического и травматологического профилей. В учреждении располагаются залы ЛФК и эрготерапии, кабинеты физиотерапии и зал реабилитации. На вооружении специалистов находится уникальное медицинское оборудование. Некоторых аппаратов нет ни в Челябинской области, ни в Уральском регионе. А некоторые представлены в России в единичных экземплярах. Рината Залеудинова владеет современными методами лечения. В этом кабинете, к примеру, проводят пациентам транскраниальную магнитную стимуляцию. Это метод, позволяющий стимулировать кору головного мозга при помощи коротких магнитных импульсов. Использует доктор в своей практике и современные методы инструментальной диагностики. Электронейромиография – это метод диагностики заболеваний периферической нервной системы, который позволяет нам уточнить именно локализацию процесса. Мы можем ответить на вопрос, в каком именно месте страдает нервное окончание, в каком именно месте есть поражение нервной системы. Рината Юнусовна постоянно обучается чему-то новому, не останавливается в развитии. Коллеги и пациенты ценят доктора за высокий профессионализм. Рината Юнусовна – это один из тех людей, которые пригласили меня сюда работать. Я у нее стажировался немножечко, узнавал, как вообще происходит работа в реабилитационном центре и также на дежурствах. Поэтому ей огромное спасибо. Она очень внимательно, с теплом отнеслась к этому, помогла, всему научила. Если же какие-то вопросы у меня возникают, к ней всегда можно обратиться, всегда поможет и подскажет. Рината Залеудинова была удостоена премии Законодательного собрания Челябинской области. Доктор подчеркивает, награда – цена, но еще важнее для нее благодарность пациентов, которым удалось благодаря грамотной терапии вернуться в полноценной жизни. Евгения Солхудинова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН Другим темам, главная цель проекта «Развитие и преображение» на сцене Дома Дружбы Народов состоялся финал конкурса «Красоты Миссы Миссис Магнитогорск». В этом году на победу претендовало 19 участниц. Подробнее о борьбе за почетный титул и заветную корону расскажем в сюжете. В этом году борьбу за титул «Миссы Миссис Магнитогорск» вели 19 участниц. Среди инструментов для достижения цели у каждой – женственность, грация и красота. Финал конкурса получился красочным и масштабным. Девушки выходили на подиум в образе стюардесс. Визитка прошла в розовых тонах. А это уже выход в вечерних платьях. Но не только подиумный шаг и умение вести себя на публике оценивали члены жюри. В рамках конкурса талантов девушки могли продемонстрировать свои умения. А в ходе интеллектуального этапа – знания. Миссы Миссис Магнитогорск – это официально зарегистрированный и запатентованный конкурс красоты на территории России. Директором проекта является вторая вице-миссис конкурса «Миссис Евразия-2024» и обладательница титула «Миссис Топ Мира Россия-2024» Светлана Сологуб. Она рассказала этот проект в первую очередь про развитие. За полтора месяца, который он длился, участницы прошли ряд обучений и мастер-классов. Мы являемся проектом о преображении. С нашими девочками работает большая команда профессионалов. Это преподаватель по дефиле, собственно, это я. Также преподаватель по фотопозированию. Для наших девочек был предоставлен абонемент в аквапарк и в тренажерный зал. Были курсы по актерскому мастерству, курсы по макияжу для себя. Девушки признались, для каждой из них этот проект – возможность стать лучшей версией себя. Знаете, это прежде всего невероятные эмоции, это новые знакомства, это приятные девочки, это поиск подруг после декрета в моем случае, и я нашла свою подругу здесь. Для меня женский коллектив – это было нечто другое. А сейчас я вижу, что женский коллектив бывает классным, очень красивым, сплоченным. За кулисами мы сегодня друг другу помогали, поддерживали. Всем вообще коллективам за это большое спасибо. Всем девочкам и организаторам за такой классный опыт и такие знакомства приятные. Я пришла доказать себе, что я могу достигать своей цели. Моя цель была завоевать именно мисс Гран-при Магнитогорск. И вот скоро узнаем, получится ли у меня или нет. Ринате Юсуповой не хватило пары шагов до абсолютной победы. В итоге она стала второй вице-мисс конкурса. Звание второй вице-миссис у Карины Волковой. Первой вице-миссис была признана Ксения Клата. Первой вице-мисс – Атея Гамидова. Титул миссис Магнитогорской корону победительницы завоевала Яна Агапова. Мисс Магнитогорск стала Анастасия Дмитриева. Я безумно рада и безумно горжусь собой, что я прошла этот путь и прошла путь достойно. Я нахожусь в легком шоке. Я очень благодарна Светлане за такую поддержку, за такие обучения, которые мы прошли. Я всегда считала, что корона для меня – это не главное. Но испытав эти эмоции, это просто не передать словами, как я счастлива. Также организаторы определили победительницу в номинации «Самое красивое лицо Магнитогорска». Ею стала Екатерина Фролова. И подарили двум участницам – Кристине Еськиной и Еве Микешкиной – путевки на международные конкурсы красоты. Евгения Солхудинова, Алексей Витчинкин, Телекомпания, ТВИН. 1 июня в Магнитогорске состоялась премьера театрального циркового шоу от российской государственной компании «Цирковая полундра» – «Пиратский квест». Это полноценный спектакль. В спокойную, размеренную жизнь писателя врывается бойкая внучка, которая предпочитает гаджеты и развлечения, но не любит читать. Однако все меняется, когда она открывает волшебную книгу своего деда и оказывается в захватывающем мире пиратов. Зрители программы «Цирковая полундра. Пиратский квест» ждет увлекательное приключение. Моряки будут преследовать пиратов, встречаться с юземцами, амазонками и множеством животных на таинственном острове. Посетители цирка увидят трюки собак-акробатов, познакомятся с грациозными кошками-эквилибристками. Под руководством Ольги Воложаниной 11 озорных пушистых артистов, двое из них – бенгальской породы. Два котенка в Магнитогорске у них был сегодня дебют. Это маленький котенок бенгальский Евочка и беленький котенок Филечка. Зрители, конечно же, не оставят равнодушными обитатели волшебных джунглей – крокодилы, обезьяны, питоны и леопард. А таинственные амазонки на лошадях покажут чудеса джигитовки. Одно из украшений программы – знаменитый на весь мир масштабный аттракцион. Канатоходцы с медведями под руководством заслуженного артиста России Александра Иванова. Косолапые моряки, бурые медведи, ходят по наклонному канату на высоте пяти метров и выполняют совместные трюки с артистами-канатоходцами. Этому аттракциону более сорока лет, а директор программы, как сейчас, помнит, с чего все начиналось. 1 мая 1977 года к нам во Владивостоке военные моряки привезли медвежонка, которого надо было спасать, потому что у него мамы не было. И вот с тех пор первый медвежонок, гималайский, звали его Чубчик. Он вошел в историю цирка. Первый медведь канатаходец. Еще один уникальный для российского цирка номер – выступление жонглера-эквилибриста Михаила Иванова, заслуженного артиста России, лауреата семи цирковых международных фестивалей и двукратного рекордсмена Книги рекордов Гиннеса. Он идет по канату, отбивая головой мяч и затем жонглирует большими мячами во время движения на моноколесе. Первый цирк для нас это был, и он нам очень-очень понравился. Спасибо. Понравились крокотилы и змеи? Еще что тебе понравилось, дочь? Лошадки. Лошадки очень нам всем понравились. Мы приходим в цирк, чтобы увидеть животных, вспомнить, когда мы были такими же маленькими, и порадовать себя. Полюбит ли юная героиня спектакля читать книги в финале сказочной истории, как ее внезапное путешествие изменит жизнь взрослого человека? Ответы на эти вопросы можно узнать, посетив шоу. Гастроли продлятся до 7 июля. Спешите увидеть. Я очень хочу, чтобы зрители пришли и посмотрели не просто цирк, а театр плюс цирк, наш спектакль. Я думаю, что им будет интересно. Как взрослым, так и детям. Потому что сегодня по зрителям, когда мы работали, я видел, что взрослые очень активно принимают участие вместе с детьми. Это здорово. Дина Столярова, Георгий Бадаев, телекомпания «ЭВИН». Следует ли избавлять сад и огород от вредителей? Какие методы борьбы самые эффективные? Лекцию на эту тему подготовил и провел профессиональный садовник Станислав Еременко. Станислав уже много лет делится в соцсетях советами о том, как создать сад мечты. Эти видеоуроки привлекли внимание многих садоводов, по просьбам которых и был организован очный семинар. Тему продолжит Татьяна Артеменко. Так картоху вы еще не сажали. Прямо на целину, на пырей, без перекопки почвы. Зато потом редко поливать, не полоть и не окучивать. В этом видео Станислав Еременко на примере посадки картофеля разъясняет принципы органического земледелия, демонстрируя, как легко и просто им следовать. Садовник убежден, что только сохраняя экосистему, можно получить действительно качественный урожай. Такой подход к огородничеству вызвал большой интерес у садоводов города. Я давно наблюдаю за деятельностью Стаса в сети интернета. Вполне даже целесообразные советы он дает для садоводов нашего города. Я очень рада, что это все популяризуется на сегодняшний день, потому что садоводы у нас, как всегда, по старинке живут и работают в саду. Мне очень нравится его подход к такому, как сказать, здоровому саду, биологически правильному. Разрешил нам не полоть, разрешил нам не опрыскивать сад. Третий сезон, как я пользуюсь его советами, это действительно работает, мне очень нравится. Профессиональное образование Станислав Еременко получил в московской школе умный садовник, где учили не просто грамотному, а осознанному садоводству. Для Станислава это вторая приобретенная профессия. В Магнитогорске он известен как ведущий праздников и шоумен. Однако сам он утверждает, что одно другому не помеха. Я с самого детства любил быть в саду, любил природу, любил насекомых, животных, растения. Я считаю, что природа – это самое ценное, что у нас есть, и мы должны ее беречь. А чтобы ее беречь, мы должны избавляться от всей химии в саду. На очередной очной встрече с садоводами Станислав обсудил тему садовых вредителей. Потому что в этой теме очень много мифов. Нас приучили долгие годы, десятилетия, что мы должны бороться с вредителями, с насекомыми. Вообще со всем. В саду живым мы должны бороться. Химией, инсектицидами, пестицидами. Прежде всего, все устроено по-другому. Мы должны не бороться с ними, с появившейся проблемой, а делать в саду все так, чтобы беды, проблемы и насекомые не хотели поселиться у нас. То есть это здравоохранение сада. В ходе семинара Станислав Еременко рассказал, что способствует активному размножению насекомых-энтомофагов, которые борются с вредителями. Подробно остановился на плюсах и минусах механического, биологического и химического способов уничтожения насекомых. А также дал советы, как перейти на экологичное садоводство. В завершение Станислав ответил на вопросы и сообщил, что темой следующей встречи будет грамотная обрезка растений. Татьяна Артеменко, Аркадий Стариков, Телекомпания ТВ. О новостях спорта через несколько секунд. Возраст спорту не помеха. В Магнитогорске прошел кубок по ММК подзюдо среди ветеранов, посвященный участникам СВО. Турнир собрал около сотни спортсменов, самым старшим из которых около 70 лет. Как в таком почтенном возрасте не только оставаться подвижным, но еще и участвовать в соревнованиях, выяснял наш корреспондент. На татаме 69-летний Бафадар Самедов из Магнитогорска, почетный ветеран МВД. Его соперник из Латауста моложе, ему чуть за 60. Так что поединок выдался не из легких, говорит наш дзюдоист. 9 лет разницы в возрасте дают о себе знать. До победы не хватило совсем немного. В итоге у Самедова только третье место. Занимался спортом более 50 лет. Начал заниматься в Баку по классической борьбе. Почти 30 лет занимаюсь самбо, дзюдо. Участвую лет 20 лет в соревнованиях. Сиди ветеранов. Соревновались дзюдоисты в пяти возрастных категориях. Самая старшая группа турнира – спортсмены 70+. Виктору Москинцеву 73. Дзюдо занимается с 16 лет. Виктор Александрович, говорит, старается не пропускать ежегодный турнир для ветеранов. Это общение. Раз занимаюсь, я каждодневно надо себя реализовывать. Вы каждый день занимаетесь? Вы ходите на тренировки? Да, я самостоятельно занимаюсь, но каждый день. Турнир собрал в этом году более 100 участников из Челябинской области, Башкортостана, Оренбургской и Свердловской областей. Турнир у нас ежегодный. Мы первые вообще в мире начали проводить турнир среди ветеранов. И первая вообще была идея – это собраться просто всем борцам в последние субботу-май. И с 97-го года мы первые вообще в мире начали проводить. После нас уже подхватили в России, в Европе, в мире. По словам главного судей, конечно, в турнире для ветеранов есть небольшие послабления в правилах. По оценкам разницы нет, все точно так же, как и по международным правилам. Единственное послабление для спортсменов-ветеранов – это у нас, если в основное время закончилось ничью, то дополнительное время у нас всего лишь одна минута, учитывая возраст. И если за эту минуту не определен победитель, то победа отдается более старшему участнику. После торжественного закрытия турнира и награждения победителей, все спортсмены собрались за одним большим столом. Дружеское общение – тоже важная составляющая этого мероприятия. А чтобы было веселее, участники приготовили номера художественной самодеятельности. Юлия Черешнева, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте. Всего доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok